Продолжаем следить за развитием эпид-ситуации в крае. Они слегка пугливые, но очень симпатичные овцы, как друзья краевой экономики. В Нефтекумском округе появилась площадка, где смогут разместиться 40 тысяч таких красавцев. Леонид Нечапуренко о старте грандиозного проекта. На работу с Пушкиным по Ставрополю начал курсировать поэтический троллейбус. И секретный тирамису, что получается, когда сын хозяйничает на маминой кухне. Начнем выпуск со статистики по коронавирусу. На Ставрополе стало больше тех, кто победил болезнь. Уже 1273 пациента выздоровели и выписались из медучреждений. Новыми данными поделился губернатор Владимир Владимиров на своей инстаграм-странице. Глава края также рассказала о приросте заболевших. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 86 человек. Всего в регионе зарегистрировано 2819 фактов заболевания. С начала эпид-периода 53 пациента скончались. Ставропольцам напоминают, безответственные отношения в случае с вирусом недопустимы. Нужно соблюдать меры профилактики, чтобы не подвергать риску себя и окружающих. А теперь к важным новостям сельского хозяйства. Те, кто перед сном привык считать овец, точно собьются со счета в Нефтекумском округе. В селе Ачекулак начала работу откормочная площадка. Там смогут разместиться до 40 тысяч животных. Территорию большого инвестпроекта по производству баранины посетил губернатор Владимир Владимиров. Затем он принял участие в еще одном начинании закладки первого на Ставрополе миндального сада. Баранина с миндалем, совсем как в рецепте, соединились в сюжете Леонида Нечапуренко. В этом репортаже у меня будут помощники. Они слегка боятся незнакомых людей, но любят ароматное сено. И вот сейчас в них борются два этих чувства. Собственно, украшая репортаж, помогают они не только мне, они своим присутствием помогают всей краевой экономике. Площадка, которая открылась в Нефтекумском округе, способна разместить 40 тысяч таких красавцев. И это позволит увеличить производство мяса баранины на 10 тысяч тонн ежегодно. Но, чтобы вы понимали, сейчас в Ставропольском крае выпускают в год 26 тысяч тонн баранина. Все это часть большого инвестиционного проекта стоимостью 2 миллиарда рублей. Он позволит создать 400 новых рабочих мест. Ключевой его элемент, мясной цех, расположится в Кировском округе. Там смогут производить 25 тонн мяса в сутки. Ну а здесь, в округе Нефтекумском, племенные животные под наблюдением ветеринаров, животноводов будут расти и набирать вес. Мы будем содержать их здесь всего 60 дней. После этого они идут на убой. Владимир Владимиров осмотрел, в каких условиях содержатся животные. Чем их кормят, как за ними ухаживают, какие меры безопасности приняты на объекте. Важно, что эта откормочная площадка поможет региону выполнить национальные проекты. В той части, которая касается развития экспорта. Сегодня практически 80% нашей баранины уезжает в Юра-Баран. Но это не то, что не кондиционная форма. Это хорошая баранина, но на самом деле она может быть гораздо лучшего, большего качества. И гораздо большую часть сегмента рынка занять. Поэтому это будущее, которое наконец-то пришло в Ставропольский край. Животные, которые с таким аппетитом уплетают Ставропольское сено, по происхождению, в общем-то, европейских кровей. Их папы приехали сюда из Великобритании и Голландии. Больше 100 племенных особей попали в руки лучших ставропольских селекционеров. Здесь их скрестили со ставропольскими овцами, с породами, выведенными у нас в регионе. И получились вот такие овцы с улучшенными мясными характеристиками. Но уже в ближайшем будущем к этой работе, благодаря специальному проекту, смогут подключиться все желающие семейные фермеры. Буквально недавно мы обсуждали, что нам предоставляют сегодня 1200 гектар для семейных ферм. Соответственно, то, что у нас есть в проекте, и этот проект рассматривается в порядке 56 миллиардов рублей. То есть мы рассчитываем поставить 1000 ферм. Это порядка 50 тысяч рабочих мест. Это улучшение и подход к работе с фермерами. Это во всех соотношениях. Затем губернатор Ставрополья принял участие еще в одном начинании. Прямо здесь, недалеко от откормочной площадки, заложили первый в крае миндальный сад. Мы думаем, что восток Ставропольского края идеально подходит для этой культуры. Здесь очень хорошая вода, своеобразная, но очень хорошая. Здесь очень своеобразная, но очень подходит и близкая для миндаля почва. Очень он любит пески, очень любит жару. Территория, где посадили саженцы, кстати, сделанная на Ставрополье, совсем небольшая. Это скорее экспериментальный сад. Тут два сорта. Агрономы посмотрят, какой из них лучше примется. На ужа в следующем году миндаль должен занять площадь в 100 гектаров. К этой работе могут подключиться и личные подсобные хозяйства. Так что уже совсем скоро все должны узнать про качественный и вкусный Ставропольский миндаль. Леонид Нечапуренко, Иван Шаталов. Ставропольское телевидение из Нефтекумского округа. В этом году в край большие планы на производство овечьей шерсти. 5 тысяч тонн. Как раз сейчас в разгаре стрижка овец. И вот если считать в баранах, то остричь нужно будет порядка полутора миллионов голов. Из них около 104 тысяч – это тонкорунные породы. А вот как выглядит география продаж. В прошлом году нашу шерсть реализовали в том числе за рубеж в Европу, Азию и даже Южную Америку. Ее отправили в Германию, Болгарию, Беларусь, Монголию, Казахстан, Уругвай, Индию и Китай. Ипотека станет еще доступнее для жителей края. Ставропольцы смогут по выгодным условиям приобрести жилье. Такой договоренности достигли губернатор Владимир Владимиров и председатель промсвязьбанка Петр Фродков на встрече, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи. Как прозвучало, банк снизит процентные ставки по программам ипотечного кредитования. В частности, бюджетники в крае смогут взять кредит на жилье под 3,99% годовых. И в качестве первого взноса отдать мат-капитал. По проекту госпрограмма все ставропольцы получат возможность взять квартиру в ипотеку под 5,85% в новостройках. Губернатор отметил, регион заинтересован в сотрудничестве с банком не только в части кредитования, но и также по линии поддержки бизнеса. Мне бы хотелось, чтобы банк здесь тоже принял участие. То есть, сегодня каким образом организовывается бизнес. Для того, чтобы его организовать, необходимы какие-то оборудования материала. Мы через бюджет Ставропольского края 50% таких инвестиций компенсируем. Но хотелось бы, чтобы банки тоже в этом приняли участие. Именно чтобы оставшиеся 50% через кредитные портфели обеспечивать финансовыми средствами. Также на встрече глава региона обсудил с представителем банка поддержку предприятий и организации санаторно-курортного комплекса, пострадавших от пандемии коронавируса. Избирательные участки на Ставрополе готовят ко всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. В связи с непростой эпидобстановкой будут соблюдены меры безопасности. Всех задействованных в процессе голосования обеспечат масками, перчатками и антисептиками. В Краевой столице членам территориальных избиркомов сегодня передали 62 тысячи масок. Выдадут также термометры и бактерицидные салфетки. Самая главная задача – это безопасность людей на избирательных участках и в процессе организации общероссийского голосования. Сейчас широким фронтом ведется работа по приобретению средств индивидуальной защиты. Для каждого участника голосования приобретается маска, перчатки, отдельная ручка. Приобретаются антисептики кожного действия, также для обработки поверхностей. А из Невиномыска на избирательные участки Края направили антисептики для рук и дезинфекторы воздуха и поверхностей. Напомним, накануне президент Владимир Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию. 1 июля будет выходным днем. Теперь о происшествиях. 80-летний жительница Есентуков позвонил неизвестный и представился сотрудником госучреждения. Он сообщил, что женщине положена надбавка к пенсии и попытался выудить данные банковской карты. Но бдительная пенсионерка почувствовала обман и бросила трубку. Мошенника ищет полиция. Другие ЧП в оперативной сводке. Парочка вне закона. Парень и девушка из Ростова купили в Изобильненском округе дачу. Но не для того, чтобы вить свое гнездышко на природе. Они организовали там лабораторию по производству синтетических наркотиков. Полицейские при обыске нашли у них различное оборудование, средства для изготовления запрещенных веществ и сам наркотик общим весом более 8 килограммов. Злоумышленники изготавливали и сбывали его путем закладок. Сейчас они под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Побег от правосудия. 27-летний житель Ставрополя лихо промчался на своем автомобиле мимо патруля ДПС. Полицейские посчитали это подозрительным и попытались его остановить. Но лихач только прибавил газу. Погоня длилась 15 минут. Позже нарушитель попробовал убежать, но тщетно. Причина такого дерзкого поведения – алкоголь. Теперь мужчине придется отсидеть 7 суток административного ареста, а также оплатить крупный штраф и 2 года походить пешком. Волк в овечьей шкуре. 20-летний житель Ставрополя попросил одногруппницу приютить его на время, так как он якобы поссорился с родителями. Девушка не отказала. Через несколько дней гость покинул жилье, а его приятельница не смогла найти свои деньги и ювелирные украшения. Общий ущерб – почти 25 тысяч рублей. Парня нашли, но он успел сбыть добычу, а деньги потратить. Возбуждено уголовное дело. Никуда не уходите. Вот о чем расскажем во второй части выпуска. Свежий воздух, два колеса и красивые виды, где в крае открывают новые пункты велопроката. На работу с Пушкиным по Ставрополю начал курсировать поэтический троллейбус. И секретный тирамису, что получается, когда сын хозяйничает на маминой кухне. Если вы сегодня были в центре краевой столицы, то вряд ли задумались, кто ходил этими же улицами 200 лет назад. В 1820-м Ставрополе Кавминводы впервые посетил сам Пушкин. Эту поездку, а еще предстоящий день рождения Александра Сергеевича, в крае отметили большим литературным марафоном. Чем удивили горожан, знает Никита Шишков. Накануне он всю ночь штудировал классику. Во времена Пушкина электрического транспорта и громкоговорителей не было. Сегодня эту обидную оплошность в Ставрополе восполняет один яркий троллейбус. Визуальное оформление недвусмысленно намекает, кто солнце русской поэзии. А внутри можно приобщиться к творчеству и послушать стихи в исполнении театральных артистов. Транспорт этот без определенного маршрута. Каждый день будет менять номера и покрасуется, наверное, перед всеми горожанами. Водитель Галина Репенко и сама поэзией прониклась. В знании лирических строк скоро сможет посоперничать со студентом филфака. Это прекрасно. Мы ездим, слушаем стихи, вспоминаем. Сами освежили в памяти? Да, конечно, обязательно. Давайте, может, что-нибудь продекламируем? Можно. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Не хотите в общественный транспорт? Тогда, милости просим, в соцсети. Тут тоже много всего тематического. Краевая Лермонтовская библиотека в своем инстаграме провела прямой эфир с Ириной Розиной, заведующей медиа-центром Петербургского музея Пушкина. И тамошние специалисты жизнь поэта точно знают в малейших деталях. Он пишет другу в Вяземство. Цитирую в письме. «Петербург душен для поэта, я жажду чужих краев, а вось полуденный воздух оживит мою душу». На самом деле тучи над ним сгущались, и там ходили разговоры, что его могли даже в монастырь сослать, в Соловецкий, и так далее, и так далее. Но вмешался Карамзин, вмешался Жуковский, Чадаев, покровитель. В общем, вопрос решен так, что его переводят просто на другое место работы, переводят на юг. На Кавказе поэт бывал дважды, притом первый раз случайно. В 1820-м 21-летнего чиновника сослали из Петербурга в Украину за сатирические стихи, в том числе на самого царя. Но искупавшись в Днепре, Пушкин заболел лихорадкой. И вместе с семьей генерала Раевского отправился лечиться на Кавминводы. По пути компания останавливалась в Ставрополе, Георгиевске, Пятигорске, Железноводске и Кисловодске. Через 9 лет поэт приедет сюда уже целенаправленно искать вдохновение. Да и Кавказ, в общем-то, творца не забыл. Что-нибудь из классики прочитает каждый из нас, особенно если напомнить. Лукоморье. Дуб зеленый. Зеленый, золотая цепь над убитом. И днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Я вас любил. Любовь еще быть может. Любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Впереди давно явилась ты, как мимолетные тени, как гений чистой красоты. Вообще всю эту неделю можно смело назвать Пушкинской. И в соцсетях молодежного пространства Лофт 6 июня будут читать стихи поэта на языках народов России. Будет познавательно. А еще в Инстаграме, указав хэштег «Читаем Пушкина 26», можно стать участником флэш-моба. Найти десятки земляков, декламирующих знаменитые строчки. Даже на испанском. В онлайн-формате пройдет и концерт Ставропольской капеллы с оперой Евгения Онегина. Где будут выступать? Правильно, у памятника Пушкину. В этих местах и прогуливался поэт во время двух визитов в город. А чудное мгновение помнят Никита Шишков и Константин Шеляпин с Тавропольской телевидения. Конечно, вряд ли Пушкин мог предположить, что его произведения спустя два века будут читать в таком вот дистанционном онлайн-формате. Поэтому сегодня советуем вам взять самый обычный томик любимых стихов и устроить себе уютный поэтический вечер. А вот за вкусный вечер одной из семей Придгорного района отвечает начинающий кулинар. Кондитерский видеоролик школьника Романа Танова стал лучшим в стране. Почему пока его ровесники играют на компьютере, парень выбирает духовку, тесто и крем? Поработать, а потом поесть повезло Наталье Мхаян. Девятиклассник Роман Танов из поселка Сономер как настоящий мужчина предпочитает мясные блюда. Но его главное увлечение – торты, которыми он подчует родных и друзей. Первый торт был кукла. Я пек его сестре на дне рождения. Получился? Ну, не такой ровный, идеальный, но получился. У Романа есть все, чтобы торт получился на профессиональном уровне. Если у нас заходит Рома на кухню, у нас начинается война, потому что он оттуда не выходит, может он сутками быть на кухне. До 12, до часу ночи. Я уже боюсь вообще какой-то новый рецепт ему показывать. Раньше я что-то увидела в самом новом инстаграме, я ему сразу скидала ссылочку, что-то интересное. Сейчас мы боимся, мы прячем. Роман готов делиться своими секретами мастерства с другими. Он записывает видео рецепты и размещает на своем аккаунте. Для начала мы с вами приготовим ванилиный бисквит. Для него нам понадобится 6 яиц, 200 грамм сахара, 220 грамм муки и 1 чайная ложка ванилина. Но есть у Романа Танова и фирменные рецепты. Это его творческая тайна. У меня есть рецепт тирамисум, я никому его не даю. Только он у меня, я его доделал, нашел рецепт, я его доделал, переделал и никому не даю его. Сначала семье увлечение Роман оказалось расточительным, пока не стало приносить результаты. Например, долгожданный приз, электроплита с газовой панелью. Его кулинар выиграл на всероссийском конкурсе. Романа поддерживали все родственники. Кстати, торт, которым девятиклассник угощал нашу съемочную группу, называется «Последний звонок». Он закончил свой учебный год и собирается поступать в колледж. Вот такой вот получился в этом году «Последний звонок». Не только яркий, золотой, красивый и звонкий, но еще и вкусный и сладкий. А последнюю вишенку на торте добавили Наталья Мхаян и Виктор Козленко, Ставропольское телевидение. А еще торты не просто радуют одноклассников, но и помогают лучше учиться. Да-да, сладости, а именно глюкоза – это настоящее топливо для мозга. Только главное – не злоупотреблять. Железноводск стал первым высокоинтеллектуальным курортом России. Там завершились работы по внедрению платформы «Умный город». На автобусных остановках установили информационное табло, а на улицах – «Умные пешеходные переходы». В систему также входит целый комплекс полезных решений в сфере туризма, безопасности и повышения качества городской среды. Еще больше новостей из разных уголков края в нашем коротком обзоре. В поселке Оликоновке, что входит в состав Кисловодска, ремонтируют дом культуры. Строители уже закончили работы в учебных классах, холле, библиотеке и административных помещениях. На входе в ДК обновили лестницу и установили пандус. Сейчас приводят в порядок актовый зал и фасад здания. Работы ведутся в рамках программы «Государственная поддержка отрасли культуры». В Изобильнинском округе обновят участок трассы Изобильный, Староизобильная, Смыков. Всего там отремонтируют 3 километра полотна. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На реконструкцию выделено более 18 миллионов рублей. В Есендуках установили 19 новых станций велошеринга. Всего в прокат запущено 90 велосипедов. Так жители курорта мотивируют передвигаться на экологическом двухколесном транспорте. В планах открыть еще 16 станций. В Есендуках также построят велосипедные зоны и дорожки. А в ближайшее время горожане смогут передвигаться на электросамокатах. В селе Величаевском Левокумского района ремонтируют начальную школу. Ее возвели еще в 30-е годы прошлого века. Строители уже демонтировали старые деревянные полы и окна, разобрали кровлю и деревянные блоки, сняли штукатурку. Завершить реконструкцию планируют к осени. Работы ведутся в рамках краевой программы развития образования. На эти цели планируют направить 33 миллиона рублей. В Ставрополе скоро откроется школа нового типа. Специализированный учебный научный центр. Это совместный проект Северокавказского федерального университета, Министерства образования региона и Комитета образования администрации краевой столицы. Под новую школу отвели целый этаж одного из корпусов вуза. Сейчас там идет ремонт, но уже скоро будут учиться самые одаренные школьники края. В аудиториях оборудуют классы, зону отдыха и самостоятельного обучения. Рядом расположатся кабинеты психолога и социального педагога. В 2020-2021 учебном году СОНС будет вести образовательную деятельность по программе 10 класса физико-математического и химико-биологического профилей. К преподаванию в центре будут привлечены ведущие ученые, педагоги из КФУ, представители научно-педагогического сообщества университета. Главное отличие от обычной школы, старшеклассники смогут погрузиться в науку и проектную деятельность. Заниматься исследованиями они будут в современных лабораториях из КФУ. В распоряжении школьников также научная библиотека, вуза, столовые, бассейны, спортивные залы. Все в шаговой доступности. Иногородним ученикам предоставят места в общежитии. В этом учебном году вуз примет 50 школьников. Отбор пройдет на конкурсной основе. Заявления от родителей и другие документы подаются в приемную комиссию из КФУ до 30 июня. А подробнее о школе можно будет узнать на виртуальном дне открытых дверей 10 июня в 18.00. Информация о нем на официальном сайте Северокавказского федерального университета. Следите за нашими новостями не только на ТВ, но и в интернете. Мы есть на Ютьюбе и, конечно, во всех соцсетях. Например, в Инстаграме у вас есть возможность выйти в эфир вместе с ведущими «Утро на своем». Это еще один способ познакомиться с нашими зрителями и подписчиками поближе. И вот как это было сегодня. Какую-нибудь утреннюю песенку давай. Солнце светит, ветры дуют, ливни льются над Россией. В небе радуга цветная, нет земли красивей. Класси и красотка! Спасибо тебе большое! Новые инстагости, призы, полезная информация уже завтра с 7.00 в программе «Утро на своем». Давайте просыпаться вместе. Ну а дальше новости спорта. В студию уже мчится мой коллега Герман Кудеяров. Привет, Саша. Герман, привет. Дождь на улице просто сумасшедший. Я торопился, чтобы не попасть под него и забыл зонтик положить. Давай, я подержу, это не проблема. Спасибо. Даже немножечко капает. Я пока бежал, даже почувствовал себя баскетболистом с мячом. Ну, бежал-то ты к нам не с мячом, а с новостями. Думаю, сейчас закинешь настоящий информационный трехочковый. Да, это будет так, но скорее двухочковый, потому что у меня две интересные новости. Рассказывай. Баскетболисты – все. Сезон во всех чемпионатах страны официально завершен. Исполковом России баскетбола утвердил итоговые результаты регулярного национального чемпионата. Ставропольчанка из КФУ завершила сезон первой женской суперлиги на восьмом месте и набрала 61 очко. Команде оставалось провести два матча на выезде с «Казаночкой». Главный тренер Ставропольчанки Евгений Алиев уверен, что девушки могли победить и подняться на пятое место. Итогами сезона я доволен. Прежде всего рад, что хорошо себя проявила молодежь. В команде должны быть два игрока 2003 года рождения. У нас в команде есть девчонки и моложе. Будем делать ставку на своих воспитанниц и в дальнейшем. Лидером Ставропольчанки в завершенном сезоне стала Анастасия Боровых. В 34 матчах девушка набрала 462 очка. Посмотрите, вот она самая. Ну а на территории спортивной школы имени Виктора Лаврова в Ставрополе постелили новый газон. Искусственное поле оборудовали сотрудники и игроки учреждения. Помощь в этом деле оказали тренеры и игроки Виктора, а также директор гонбольного клуба Иван Фиев. На своей странице в инстаграме он написал, что на этом газоне можно будет проводить тренировочный процесс в летнее время. В комментариях подписчики похвалили викторианцев, но и не обошлось, конечно же, без юмора. Вот, например, что написал капитан команды Антон Заболоцкий. Профессиональные укладчики газона в кратчайшие сроки преобразят ваш участок по доступной цене. Обращаться к гонбольному клубу Виктор. На самом же деле, парни и правда молодцы. Я надеюсь, что на этом газоне будут тренироваться будущие звезды мирового спорта. А на этом у меня все, друзья. Вам хорошего вечера и Александре Слободской слово. Ну, я посмотрела на этот газон и прям захотелось босичком, да по этой травке. Ну, это тебе. А вот мне, как футболисту, хочется как можно скорее надеть бутсы и побегать по газону в бутсах. Будем надеяться, что наши мечты скоро реализуются. Да, будем верить, Саша. Пока. Пока. И напоследок история чудесного спасения косули из Петровского округа. Сегодня утром в окрестностях села Просянки заметили тонущее животное. Косулю уносило течение. К счастью, мимо ехал неравнодушный местный охотник Николай Щедрин. Он тут же бросился спасать утопающую. За 20 минут животное удалось вытащить на берег. Сразу после видеоселфи счастливую косулю выпустили на волю. Если вы сняли что-то интересное, присылайте нам в редакцию номер тот же 8 928 350 80 70. Главное, оставайтесь на безопасном расстоянии и не забывайте надевать маски, когда выходите из дома. Ну а как одеваться на улицу, подскажет моя коллега Анастасия Антонец. Далее прогноз погоды. А у меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Всего вам доброго. Не болейте. Здравствуйте, дорогие телезрители. О погоде на 5 июня, пятницу, расскажем прямо сейчас на своем ТВ. В Ставрополе дождь. Днем температура воздуха плюс 24, ночью плюс 15. В Изобильнинском и Новоалександровском округах тоже дождливо. Днем плюс 23, ночью плюс 15. В Пятигорске, Кисловодске и Минеральных водах дождь с грозой. Днем плюс 22, ночью плюс 14. В Буденовске и Нефтекумске дождь. Днем плюс 27, ночью плюс 16. В Ипатово, Арсгири и Дивном, дождь. Плюс 27 днем и ночью плюс 16. 5 июня день окружающей среды или день эколога. Во всем мире люди и не только ученые пытаются внести посильный вклад в сохранение природы и ее обитателей. Так, например, в Англии фабрика по производству кофе питается от электростанции, работающей на кофейной гуще. А в Австралии протягивают искусственные ляны между эвкалиптами, растущими по разную сторону дорог, чтобы обезопасить кал от автомобилей. У меня на этом все. Любите природу и до встречи на своем.